Врачи автопоезда «Забота» ведут осмотр взрослого населения в городском округе. Медики уже оказали помощь жителям поселков Дуна и Путятин. 31 мая автопоезд начал прием пациентов в Фокино. За время обследования жители не только получают необходимые консультации краевых специалистов, но и направления на дальнейшее лечение, в том числе в учреждениях краевого центра. Подробнее о работе автопоезда расскажем в следующем сюжете программы. Поезд «Забота», курсирующий по городскому округу, возвращается во Владивосток. Благодаря созданным благоприятным условиям для медицинского осмотра, у местных жителей была возможность, не выезжая в районные краевые лечебные учреждения, пройти медицинское обследование сразу у нескольких специалистов, получить консультацию и назначение на лечение, а при необходимости и на дальнейшее бесплатное более глубокое обследование или госпитализацию. Всю медицинскую помощь жители округа получали бесплатно в рамках полюса ОМС. В этом году основной направленностью медицинской группы было выявление онкологических заболеваний. Автопоезд «Забота» берет на себя функцию, по крайней мере, наша бригада, в состав которой я вхожу, это осмотр всех взрослых людей, всего населения, которое к нам приходит, на онкозаболевания. Онкозаболевания молочных желез, лимфатических желез, онкозаболевания кожи, сосудистая патология, сосудистая патология периферических именно сосудов. Наш поезд в этом году направлен для выявления онкологических заболеваний. Специалисты – стоматолог полосы рта, кожа лица, терапевт кожи тела, внутренние органы, хирург, молочная железа, гинеколог, гинекология. Удобно, быстро и качественно оказывали медицинские услуги прибывшие специалисты. Очень даже хорошо, что сюда приехали вот эти, типа, поезда, ну вот эти вот, погончики или как их называть. Дело в том, что желательно было бы всем пройти, всем пройти, но проходит очень мало. То ли не бояться, ну там же очередь в больнице, тут бесплатно, тут все эти, пожалуйста, я прошла цифровое, мне показали легкие прямо на этом, на компьютере. Поезд забота, вот я знаю, сколько он уже приезжает, как бы тут хорошие специалисты и техника у них, ну вот УЗИ даже сделать, как бы более уж совершенственно, чем в поликлинике. И я приходила сюда уже неоднократно. Мне нравится, как тут обращаются с людьми, как бы вежливость, я не знаю, там, объясняют все, рассказывают там, показывают, ребенка приводила сюда. Специалистами в Дунае и на острове Путятино за несколько дней проконсультированы все желающие, все, кто обратился за помощью. Благодаря осмотрам были выявлены несколько человек с предраковыми заболеваниями. Вот буквально сегодня выявлено, да, один случай у женщины, поэтому очень хотелось бы, чтобы, я не буду говорить диагноз, ничего, но хотелось бы, чтобы женщины обратили внимание на это. И хотя бы раз в год, пользуясь случаями заезда сюда, вот этого автопоезда, заботы, проходили обследования. У нас минимальные, но эти обследования и пальпаторно, и УЗИ, они могут все это осмотреться. И мы и предварительный диагноз можем поставить, ну, а иногда и окончательный. Мы по направленности онкологии, да, здесь находимся. В основном народ, люди спрашивают поэтапно, что делать во рту, то есть там лечение, протезирование, вот самое главное, потому что они не понимают. Оно это проходит всегда тихо, незаметно, поэтому посещение врачей, именно парадонтологов обязательно, вот парадонтологи-врачи, они выявляют, это заболевание дёсен, как обычно начинается. Первый автопоезд забота брал на себя функцию осмотр всех взрослых, которые приходили на доступное обследование. Напомним, что детский автопоезд забота прибудет в наш городской округ с 4 августа по 21 августа. Хочется видеть такую заботу от нашего края почаще. Конечно, особенно это актуально для жителей отдалённых населённых пунктов. которые не всегда имеют возможность обратиться в городское медицинское учреждение. Понимаете, приятно оказать какую-то помощь людям, которые лишены самого элементарного осмотра терапевтов. Очень благодарны. Вот в таких вот сёлах, типа как Путятин, ну в других учреждениях, в ФАПах, где мы были, у них никого нет, поэтому терапевтов они рады очень. Наша профессия вообще подразумевает всю жизнь учиться, всю жизнь общаться с людьми, и каждый человек уникален, безусловно. И та возможность, которая нам вот здесь предоставлена, общаться с людьми, так сказать, с глубинки нашей, вообще очень люди прекрасные, доброжелательные, все нам рады. Субтитры создавал DimaTorzok